Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И заканчивая разговоры Евангелия от Матфея, мы обратимся сейчас к 28-й, последней главе Евангелия. Она значительно более короткая, чем другие, и, собственно, содержит три фрагмента, связанные с воскресением Господа Иисуса Христа. Во-первых, как и другие евангелисты, Матфей рассказывает о том, что по прошествии субботы, то есть утром в первый день после субботы, женщины, которые не могли этого сделать ни в пятницу вечером, ни в течение субботы, ни вечером в субботу, когда уже можно было делать рано-рано утром, купив ароматы, идут для того, чтобы доделать то, что, собственно, должно было быть сделано при погребении, потому что, когда умершего оборачивали в пелены тело, покрывали плащаницей, потом оборачивали пеленами тело и отдельным платом голову, здесь между слоями ткани было принято, ну, если такая возможность была, конечно, по деньгам, если люди могли себе это позволить, помещать ароматы благовония, ну уж кто сколько какие сможет купить, потому что благовония – вещь довольно дорогая. Мы знаем, что Иосиф и Никодим немного ароматов использовали, а вот к утру воскресенья, как мы теперь называем этот день недели, женщины, имена которых несколько по-разному, разные евангелисты сообщают, и, может быть, даже не одной группой одновременно, а из нескольких мест не одновременно, эти женщины идут ко гробу для того, чтобы, собственно, вот дополнить, закончить это умощение ароматами, которое должно было быть сделано. Только собравшись, они вспомнили по дороге, что камень-то круглый, круглая такая каменная плита, которая завалит вход в гробницу, ужасно тяжелая, и для того, чтобы в жёлобе откатить этот камень, требуется много сил, поэтому они спрашивают, кто отвалит нам камень, как говорят другие евангелисты. Здесь же Матфей очень краток, он говорит о том, что вот они пришли, сделалось какое-то землетрясение, и ангел Господень сошёл с небес, этот камень отодвинул, этот камень отодвинул, и они смогли увидеть эту пустую открытую гробницу, стража в буквальном смысле слова остолбенела, и ангел говорит женщинам, вы ищите Иисуса распятого, а его здесь нет, его здесь нет, он воскрес, как он и говорил вам. И, собственно, ангел даёт этим женщинам поручение, идите, скажите ученикам. И ещё одно чрезвычайно важное во многих отношениях для Евангелия в целом слово, ангел говорит, не бойтесь, не бойтесь. У них разные мысли. Магдалина, вероятно, как рассказывают нам другие евангелисты, Иоанн, в частности, думает, не там, садовник ли унёс куда-то это тело, ещё какие-то идеи, что могло произойти, или они думают, что какие-нибудь ещё первосвященники и старейшины могли похитить тело Иисуса довольно характерны. И очень многие читатели и толкователи этого места обращают внимание на то, что, собственно, мысль о воскресении им как раз в голову-то и не приходит. Они скорее пугаются, потому что другие видятся им варианты. Или что, там, украли, или садовник, или ещё что-то. И вся вот эта вот история в общем страданий и унижения Иисуса ещё не закончилась. И тогда, поэтому им ангел и говорит, не бойтесь, не бойтесь. Я знаю, что вы ищете Иисуса распятого, и его нет здесь. Он воскрес, как он вам и сказал. И по повелению ангела женщины бегут рассказать ученикам Христовым, и где-то здесь по дороге Иисус встретил их и приветствует, говорит им, радуйтесь. Вообще говоря, обратим внимание на то, что, конечно, современный читатель, читая это слово, в первую очередь думает о радости воскресения, о пасхальной радости. Хотя для того времени, когда этот текст писался и читался, это скорее было приветствие, скорее было приветствие. Там, где мы сегодня говорим «здравствуйте», древние в евангельские времена говорили «радуйтесь». Да, таким образом, Господь Иисус приветствует, здоровается буквально с этими самыми женщинами. Тоже обратим внимание, что есть у разных евангелистов несколько не вполне пересекающихся рассказов, потому что Господь является разным этим женщинам, может быть, и в несколько разных моментах, разных обстоятельствах, но суть вот заключается в том, что Он им говорит «идите, возвестите братьям моим, чтобы они шли в Галилею». То есть Он отправляет этих женщин к апостолам и лишь потом будет являться этим апостолом сам. Далее, здесь снова, как и в 27 главе, Матфей повторяет версию о первосвященниках, которые подкупили стражу, подкупили стражу и, скорее всего, подкупили начальников этой самой стражи, чтобы им не влетело за сон на посту. Да, и вот, как говорит Матфей, поэтому в результате этих действий рассказ о том, что ученики украли тело, вот стал известен даже до того дня, когда составляется этот рассказ среди иудеев. И, наконец, в самом конце евангелист говорит о том, что, как им и было велено, ученики пошли в Галилею. Обратим внимание, что фактически здесь такая лакуна, пропущены рассказы о том, как Господь является и ученикам, и самым разным людям в Иерусалиме и окрестностях, там, где они были собраны вечером страха ради иудейска, видимо, в доме, где совершал тайное вечеря, о явлении его, там, Луке и Креопе, всё это, собственно, остаётся за кадром. Скорее всего, не столько потому, что там Матфея не было этой информации, была, скорее всего, но для него было важно сам факт того, что Иисус воскрес, сам факт, а не подробности того, как происходили эти встречи. Это разговор не об апостолах, которые сталкиваются с воскресшим и, там, каким-то образом меняется их жизнь, как в других Евангелиях, а это разговор о самом факте того, что Иисус воскрес. Поэтому вот, пропуская продолжительное время, Матфей говорит, что они действительно пошли в Галилею, в гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему. Ещё один очень важный момент. А иные усомнились. Мы привыкли думать, что, знаете как, если бы мы были во дне отцов наших, не побили бы пророков. Если бы мы увидели воскресшего Иисуса, ну, мы бы тут прям со страшной силой все поверили. Ну, в общем, Матфей говорит о том, что это не так. Это всё равно личный выбор. Одни поклонились Иисусу, другие усомнились. Другие усомнились. Это не автоматически происходит. Не какое-то там волшебное заколдовывание мозгов учеников произошло. Это выбор, который всё равно делает каждый из нас. И вот Господь им говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. И я бы сказал, чем пытаться понять, что конкретно значит эта фраза, лучше было бы нам просто порадоваться тому, что дана Господа всякая власть на небе и на земле, потому что под властью Господа Иисуса жизнь — это жизнь, а под любой другой властью что-то совсем другое. И вот Господь говорит ученикам то, что в современной христианской традиции принято называть великим поручением «идите по всему миру и учите все народы, учите народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Довольно очевидно, что это скорее поздняя формулировка, несколько неожиданная в Евангелии от Матфея и весьма возможным принадлежащая, может быть, и не самому Матфею, а боговыдохновенному редактору, который работал уже в 70-е годы первого столетия. Не так это важно может быть. А важно, что евангелист предлагает своему читателю, снова и снова повторим, в первую очередь иудейскому читателю, идти по всему миру, идти по всему миру, потому что все то, что произошло, все то, о чем рассказывала Евангелие, дается не для того, чтобы сохраниться только в узкой какой-то этносоциальной группе, а для всего мира. Вот это свидетельство, когда ученики Иисуса учат других соблюдать то, что Он говорил нам. Это проявление открытости к жизни, к людям, к миру. Собственно, именно оно делает благую весть благой вестью, обращенной ко всем людям без исключения.